Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этот раз мы с вами посмотрим очередную серию консольных войн. Одну из предыдущих серий мы смотрели по сути полгода назад и вот не совсем давно вышла новая серия консольных войн, которую мы сегодня и посмотрим. Да, я прекрасно понимаю, что эта серия вышла не вчера, но вот только-только у меня добрались до нее руки. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, кстати, проверьте уведомления, потому что YouTube что-то тупит и отписывает подписчиков, ну а также не присылает уведомления. Ну а также ловите промокодик на ВК Комбо, при помощи которого вы сможете ее забрать на 3 месяца совершенно бесплатно. Так, ну что, начинаем? Моя дорогая Мэри, я молюсь, что мое письмо придет в благое время. Мы понесли несчислимые потери от японской угрозы. Если в прошлой серии они проиграли, ну если что. Вот знаете, в этом мультике капец какой тонкий юмор, который поймут далеко не все. Вот реально, те, кто разбирается в консольных войнах, ну те, кто наблюдают за комментариями, кто следит за новостями, в этом мультике просто офигенно все передано. Вот, отвечаю. Я просто не хочу, чтобы наш мальчик упустил шанс убить столько злых существ, сколько и я. Как же они кричат, Мэри? Ты бы не поверил звуку. Это благодатное дело. Такое еще не было, но иногда кажется, что высшее командование полностью нас бросило. Чего Гарнфилл нарисовали. Я боюсь, что это письмо может быть моим последним. Великий ужас, который преследует ничью землю. Зверь с сухожилиями веревкой, выпуклые мускулы, когти острые, длинные. Боже, помоги нам. Мы думали, Кратос был плохим. Твой навсегда. Эдгар. Бокс 1. Экс. Что такое? Это Дженкинсон, сэр. Он пошел на разведку. О, боже! О, нет! О, нет! Это гениально. Это гениально. Ну а теперь что? Приближаются плейссейшены. Чего? Что это? Господи, боже мой. Нерплоги, да. Да, да. Узовите. Мою божественную красоту. Вот, заметьте, как тонко они обыграли ту ситуацию, в которой Плейстейшен выглядит не очень по, так скажем, по озову многих игроков. Да, как бы на вкус и цвет, но так или иначе, они очень тонко передают этот смысл, что просто вот делает эффект вау. Господи, как мне нравится этот мультик. Рив, госбоксики, ваше руководство бросило вас, сложите оружие, и мы дадим каждому из вас бесплатную вайфу-подушку. Да, вот, ты потрогай. А что нам делать, капитан? Это конец? Нет. Мне все равно, что у нас нет игр. И что все наши франшизы умерли? После семи лет как? Так, я тоже собрался сказать, нет, но я думаю, что ты только что убедил меня, ничего. О, да, без проблем, мне нравится тусишки. Что? Не так быстро. Ну, это круто, круто. Матерчип? Вы видите, нам просто надо было держаться до последнего. Билл Спансер посланного ангела Мстителя. Да, это Матерчип. Ой, нет, это же Матерчип. Вот. Знаете, почему это произошло? Потому что, по сути, Матерчип не спас Xbox Series X, и на старте консолей он не вышел. Вы понимаете, вот этот гениальный обыгрыш, который вот в этом мультике, это, господи, это просто... Кто это придумал, чел? Ты вообще красавчик. Единственная игра? Это резиновый массажер. А кто сказал, что это единственная игра? Извините, что я так долго, ребяточки. Папочка подписывал кадрак. Моя дорогая Мэри. Слава богу, Фил Спенсер сделал это. У нас новые игры. Оказывается, все, что нам нужно было, это 7,5 миллиардов долларов. О, и ты можешь остановиться с Геймстопом и трейдить ребенка для Series X? Это будет супер рад, спасибо. Знаете, хоть эта серия и короткая, но, знаете, она просто гениальная и показывает, в принципе, то, что случилось до старта поколения консолей. PlayStation 5 якобы уродская у Xbox, якобы нет игр, и, в принципе, Мастер Чиф не затащил. Но, типа, они купили беседку, и, типа, там в пас теперь добавится и Doom, и Skyrim, и прочие игры. Короче, я с нетерпением буду ждать следующую серию этого мультика, потому что, вот знаете, эта вот тонкость, эта вот оригинальность и попадание в точку, но в этом мультике выполнено просто на 100%, вот реально. Тем, кто данный мультик не понимает и кому он не нравится, вы просто, наверное, не наблюдаете за всей консольной ситуацией, которая происходит в мире. Но то, как она отражена, это... это просто офигенно. Кстати, большое спасибо пацанам, которые это все озвучили, и большое спасибо ребятам, которые скинули мне этот видос, дабы я посмотрел, а то у меня просто реально не хватало времени на это. Короче, на этот раз все, надеюсь, что следующая серия выйдет совсем скоро. Если понравился видосик, ставь лайк, подписывайся на канал, и большое спасибо тебе за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok